Люди гнали прочь голодного котика без хвоста Волонтёры кошачьего приюта «Домик» увидели пост о коте с обрубленным хвостом в социальных сетях. Он метался и пытался хоть куда-то зайти и согреться, но люди лишь гнали его прочь и даже запрещали кормить, чтобы он скорее ушёл от них подальше. Никто не собирался помогать бедняге, потому волонтёры решили взять его под свою опеку. Когда кота осмотрели ветеринары, выяснилось, что дела обстоят очень неважно. Без хвоста найдёныш жил довольно продолжительное время, и рана была серьёзной. Тянуть было нельзя, и ему провели срочную операцию. Своего подопечного волонтёры назвали Бубликом. Все хирургические манипуляции он перенёс спокойно, да и вообще оказался крайне добродушным котом. Рана на месте хвоста заживала медленно, но верно, и симпатяга кот терпеливо позволял делать себе инъекции и капельницы. Вскоре Бублика выписали из стационара, и он отправился жить в приют. Ему досталась самая большая клетка, где он ошалело походил первое время, а потом улёгся спать на мягкую лежанку. Когда он дремал на ней крупный и пушистый, отсутствие хвоста придавало ему только ещё более округлый и плюшевый вид. По характеру Бублик был таким же милым, как и внешне, ласковым и пушистым мурчалкой. Все отмечали особое очарование и милоту этого кота, которому было совсем не место в приюте или на улице. Будущая хозяйка Бублика Мария не раз навещала его и решила забрать себе. Но сначала она хотела подготовиться и создать все условия для котика, но тут в приюте разразилась эпидемия. Тогда девушка, не думая, увезла Пухлика домой, где они теперь живут вместе, абсолютно счастлива и в гармонии. Бублик мурчит, хорошо ест, любит хозяйку и, конечно, радует её своей симпатичной мордахой. Мария очень рада, что приняла решение взять себе друга именно из приюта.